Крупнейшая промышленная авария в истории Казахстана. Число погибших шахтеров в Караганде достигло 46 человек. В Бишкеке, Астане, Полдень. Меня зовут Камила Валиева. Здравствуйте. На месте пожара в шахте в Карагандинской области Казахстана найдены тела 46 рабочих. Тела некоторых погибших сильно обгорели, и поэтому их невозможно опознать. Родственников горняков попросили сдать кровь, чтобы провести анализ ДНК. Все два дня с момента трагедии близкие члены семьи горняков оставались в актовом зале шахты и ждали известия о своих родственниках. На их вопросы отвечали представители МЧС, местных властей и компании-разработчицы шахты Арселор Миттл. Эту трагедию называют крупнейшей промышленной аварией в истории независимого Казахстана, пишет журналист Азатыка. Ей плохо стало, да? Да. Сейчас куда ведете? Нету. А, нету? Это не первая авария на объектах компании Арселор Миттл, которая принадлежит индийскому бизнесмену Лакшми Миттлу. В августе на шахте Казахстанская, в той же Каргандинской области, в результате пожара погибли 5 человек. Всего, по официальным данным, на объектах Арселор Миттл за последние 15 лет погибли более 100 человек. На этот раз президент Касым Жумар Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией. В аккорде подробностей не уточнили. Надо работать как единый кулак сейчас, спорить с ним ситуации. И самое главное, по принятию решений. Принимайте решения на местах, исходя из потребностей самого предприятия. Значит, вот, определяйте все. Что нужно, как нужно и так далее. Правительственная комиссия должна активно отработать все вопросы. Я вам уже сказал, что нужно делать. Каждый знает свой фронт работы. Все его министры, руководители должны знать свой маневр. Каждый раз президент не должен приезжать и давать поручения по тем или иным ситуациям. В ночь на субботу на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошло возгорание. Через некоторое время последовал взрыв большой силы. По предварительной информации компании ArcelorMittal Timurtau, которой принадлежит шахта, на месте произошел взрыв метана. В пресс-релизе компании отмечалось, что в момент аварии под землей находилось 252 человека. Большую часть рабочих удалось вовремя вывести на поверхность. Вчерашний день в Казахстане объявили днем траура. Более 20 человек ранены, двое в тяжелом состоянии. В Минздраве Дагестана рассказали о последствиях массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Телеграм-канал База сообщает, что пострадали шестеро полицейских и четверо гражданских. Столкновения местных жителей с силовиками произошли после того, как около тысячи человек пришли встречать рейс из Израиля. Местным жителям удалось прорваться в здание аэропорта. Дагестанцы размахивали флагами палестинской автономии и выкрикивали антисемитские лозунги. Участники стихийного митинга собрались после того, как в местных телеграм-каналах распространили призывы участвовать в сходе у аэропорта. Они останавливали машины, которые выезжали с территории аэропорта и проверяли паспорта у пассажиров. Вот как толпа раскачивала полицейскую машину. Были ли внутри люди, неизвестно. Пассажиры, которые прибыли из Тель-Авива, просидели в самолете почти до самого утра. Говорит, что на, говорит, командир, если в данный момент протестующие уже находятся под нашим самолетом, открывать дверь в данный момент небезопасно. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, на сайт местах, пристегнутыми ремнями. Разъявленная толпа в итоге прорвалась на взлетно-посадочную полосу. На место прибыла ОМОН, но разогнать местных жителей оказалось непросто. Люди начали громить здание аэропорта, после проникли в один из самолетов, который оказался пустым. В поисках евреев местные жители продолжали осматривать автобусы и машины на территории аэропорта. Так они отобрали паспорт и телефон гражданина, который заявил, что он узбек. После того, как людей удалось оттеснить со взлетно-посадочной полосы, они начали забрасывать силовиков камнями и бутылками. Несколько раз слышалась стрельба. Несмотря на то, что в Росавиации заявили, что аэродром освобожден от несанкционированных проникших граждан, телеграм-каналы еще продолжали публиковать кадры толпы людей на взлетно-посадочной полосе. Уже к утру ряд СМИ написали, что большинство погромщиков покинули аэропорт. Республиканский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Андрею Макаревичу угрожают сорвать концерты в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Лидер группы «Машина времени» рассказал, что организаторам их выступлений звонят и запугивают. Артист записал видеообращения к своим поклонникам. Он рассказал, что много раз со своей группой выступал и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Кыргызстане. Все концерты в Центральной Азии, как он считает, всегда проходили хорошо. В Ташкенте, по его словам, музыканты даже написали одну из своих самых популярных песен за тех, кто в море. Теперь тур Макаревича, который запланирован на конец следующего месяца, может не состояться. Музыкант считает, что это связано с тем, что он публично поддержал Израиль в военном конфликте с боевиками Хамаса, который контролирует сектор газа. Макаревич напомнил, что он живет в Израиле и сказал, что надеется на скорую встречу со своими поклонниками в Центральной Азии. Хамас – это не ислам. Сегодня рядом с нашим домом упала ракета почти на арабский город Фарадис, на мусульманский город. Нет. Это ислам? Вырезать женщин и детей? Это ислам? Прикрываться заложниками? Это тоже ислам? Я до сих пор думал, что нет. В управлении Следственного комитета Москвы возбудили уголовные дела за уклонение от воинской службы в отношении 22 выходцев из стран Центральной Азии. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. По информации следователей, более 80 человек направлены на прохождение срочной службы. Следкоми считают, что эти граждане ранее получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. Сотрудники ведомства продолжают изучать дела и искать уклонистов. Следователи намерены продолжить разыскные мероприятия. Кроме этого, они собираются проверять законность приобретения российского гражданства выходцами из Центрально-Азиатских государств. В ведомстве напомнили, что если человек получил российский паспорт и уклонился от воинской службы, то его российское гражданство прекращается. На прошлой неделе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать приобретенного гражданства мигрантов, которые не желают участвовать в войне в Украине. Он назвал актуальным вопрос об отправке бывших мигрантов на фронт в приоритетном порядке. При этом он отметил необходимость жестко пресекать факты уклонения от воинского учета новоиспеченных россиян. В Ульяновской области силовики провели рейд в хостеле, который организовали в здании бывшей школы. Облава бойцов СОБРа, а также сотрудников МВД и Следственного комитета прошла в рамках расследования уголовного дела о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания. Следователи установили, что в хостеле также были зарегистрированы мигранты, которые не проживают по этому адресу. А у тех иностранцев, которые живут в помещении, оперативники обнаружили сертификаты о знании русского языка. При этом, заявляя в Следственном комитете, большая часть мигрантов не владеет языком. Следователи намерены продолжать поиски людей, которые занимаются фиктивной постановкой на миграционный учет и незаконной выдачей документов мигрантам. Кыргызстан вновь признали самой опасной страной для женщин в Центральной Азии. Рейтинг опубликовала Организация индекс мира и безопасности для женщин. В отчете указано, что 13% кыргызстанок подвергаются насилию со стороны близких, а доля женщин в органах власти составляет всего 20%. Кыргызстан занял 95-е место в рейтинге безопасных стран для женщин, оставшись позади своих соседей по регионам. При этом, самая высокая оценка в списке у Туркменистана. Он расположился на 58-м месте, Казахстан на 80-й позиции, Таджикистан на 90-е, Узбекистан на 94-м месте. Всего в рейтинг вошли 177 стран. Самыми безопасными странами для женщин в мире признаны Норвегия, Дания и Финляндия. А самыми опасными – Южный Судан, Конго, Центральная Африканская Республика, Афганистан и Йемен. Рейтинг публикует Джорджаунский институт женщин мира и безопасности и Центр по гендерным вопросам мира и безопасности при поддержке Министерства иностранных дел Норвегии. Это были главные новости к тому часу. Больше новостей Центральной Азии и вечерней программе Шавкатом Тургаевым. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова